Ходили по истории ногами, рассказывают сотрудники инвестиционной компании на улице Фрунзе. Здесь во время ремонта тротуара случайно и обнаружили каменный фрагмент с именем Николая Щерца. В обед вышли посмотреть, что все нормально, чтобы ничего не попортили. Вот, увидели бордюрный камень с какими-то вензелями. Стали более внимательно читать, оказалось, что там с кладбища получаются какие-то могильные плиты. Находку временно поместили в здание дома офицеров, вызвали специалистов. Фрагмент является частью надгробия с могилы Щерца, уверен коллекционер и доверенное лицо потомков красного командира Дмитрий Хмелев. Считаю, что это настоящая плита, именно надгробная, потому что когда все на месте находки, там были другие еще плиты, их порядка 10 штук плит. Они все одинаковые, разные фамилии, разные даты, но картины одни и те же. Один тоже материал, оно тоже исполнение. Мы вчера, конечно, обрадовались, что мы нашли, но не удивились, мы уже знали, что она где-то здесь. Мы ошиблись на 300 метров. Дальше версии разошлись. Краевед Олег Ракшин уверен, что находка – это часть памятника Николаю Щерцу, установленному не на могиле, а в другой части города. Настоящий памятник выглядел совершенно иначе. Над могилой я имею в виду. Судя по фотографии, это был обелиск, который венчала звезда. И на этом обелиске была надпись «Начди в 44, Николай Щерц, дата рождения, дата смерти». Пока фрагмент плиты будет находиться в окружном доме офицеров под контролем городской администрации. В ближайшее время будут проведены экспертизы, встречи со специалистами, историками, представителями Министерства обороны и потомками Николая Щерца. Если родственники изъявят желание эту плиту каким-то образом забрать, у них есть на это права, конечно, мы этому препятствовать не будем. Мы поможем в этом вопросе. Внучатый племянник легендарного красного командира прибудет в Самару в 20-х числах июня. Он и решит дальнейшую судьбу найденной плиты. Надо подумать, может быть, она заслуживает место либо в местном Самарском краеведческом музее. Очень серьезный, очень важный артефакт. Его путешествие по истории, оно чем-то напоминает очень простую судьбу самого героя. В истории жизни и гибели Николая Щерца еще много белых пятен. И историкам предстоит хорошо поломать голову. Ясно одно – Самарские улицы таят в себе много тайн и загадок. И впереди новые открытия. Прямо здесь, на месте, где была найдена плита с надписью Николая Щерца, под слоем тротуарной плитки, песка и земли, проглядывают еще могильные плиты. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.